Здравствуйте, дорогие девятиклассники! Мы продолжаем изучать информатику в девятом классе. Тема нашего раздела – создание 2D-игр на языке программирования Python. Мы изучаем библиотеку PyGame. Мы научились создавать шаблон игры, закрашивать окно сплошным цветом, создавать персонажей и загружать их с готовых картинок. Тема нашего сегодняшнего урока – анимирование персонажей. Сегодня на уроке вы научитесь программировать движения персонажей. Прежде чем перейти к теме сегодняшнего урока, вспомним пройденный материал и выполним несколько заданий. В команде OSPathDirName метод PathDirName определяет папку с картинками, путь, где находится данная программа, подключает модуль звука, обновляет все спрайты. Посмотрим правильный ответ. Да, действительно, данный метод определяет путь, где находится сама программа. Выполним еще одно задание. Команда AllSprites присвоить PyGameSpriteGroup, обновит все созданные спрайты, добавит новый спрайт в группу, создаст новую группу спрайтов, создаст новый спрайт. Посмотрим правильный ответ. Действительно, данная команда создаст новую группу спрайтов. Команда AllSpritesAdd обновит все созданные спрайты, добавит новый спрайт в группу, создаст новую группу спрайтов или создаст новый спрайт. Узнаем правильный ответ. Действительно, метод Add добавит новый спрайт в группу спрайтов. Перейдем к теме нашего сегодняшнего урока. Узнаем, что же такое анимация. Анимация от французского слова animation – оживление, одушевление. Это быстрая смена изображений на экране, создающая эффект движения. Алгоритм движения заключается в следующем. Мы рисуем объект на поверхности экрана, обновляем экран и видим картинку. Стираем объект, рисуем его заново. Снова обновляем экран. И так далее. Тем самым создается эффект анимации или эффект движения. В игровом цикле есть функция AllSpritesUpdate. Данная функция обновляет все спрайты. Это значит, что для каждого спрайта в группе PyGame ищется функция Update и запускается. Чтобы спрайт двигался, нужно определить правила его обновления. Посмотрим функцию Update. Добавим изменение координаты X прямоугольника спрайта на 5 пикселей. Это значит, что при каждом игровом цикле координата X спрайта будет увеличиваться на 5 пикселей. Запустив программу, мы увидим, как он скроется за пределами экрана, достигая правой стороны. Исправить это можно, заставив спрайт двигаться по кругу. Когда он достигает правой стороны, просто переносить его обратно влево. Это легко сделать, используя элемент Rect. Посмотрим, как будет выглядеть код нашей программы. Мы будем увеличивать координату X прямоугольника Rect на 5 пикселей. Но, если левая граница нашего прямоугольника станет больше, чем ширина нашего окна, то есть прямоугольник достигнет правого края окна, будем переносить его обратно влево, то есть правую координату присваивать к значению 0. Теперь можно увидеть, как спрайт будет двигаться по кругу. В конструктор класса Rect передаются 4 числа. Это координаты X и Y прямоугольника и ширина его и высота. Итак, мы реализовали движение нашего спрайта по кругу. Попробуем реализовать прыжки нашего спрайта. Для этого в конструктор класса Player добавим переменную JumpCount. Данная переменная будет отслеживать, когда нашему персонажу подниматься вверх, а когда опускаться вниз, то есть совершать прыжок. Присвоим начальное значение нашей переменной 10. В конструктор класса Player добавим еще одну переменную, переменную Jump. И присвоим ей значение False. Данная переменная будет включать или выключать режим прыжка. Итак, мы в класс Player добавили две переменные Jump и JumpCount. Посмотрите внимательно код данного класса. Изменим нашу функцию Update. Добавим в нашу функцию условия. Если переменная JumpCount больше либо равна минус 10, и переменная Jump равна True, тогда, если переменная JumpCount меньше нуля, будем увеличивать координату Y нашего прямоугольника спрайта. То есть опускать наш спрайт вниз. Иначе, если переменная JumpCount равна или больше нуля, будем уменьшать координату Y нашего прямоугольника. То есть подымать наш спрайт вверх. Тем самым наш спрайт будет совершать прыжки. Если переменная JumpCount станет меньше 10, тогда вернем ее в первоначальное значение. То есть присвоим ей значение 10. Еще раз посмотрим наше условие. Итак, если переменная JumpCount больше либо равна минус 10, и переменная Jump равна True, тогда совершать прыжок. Иначе возвращать персонаж в исходное состояние. То есть присваивать переменная JumpCount первоначальное его значение. Значение 10. Если переменная JumpCount больше нуля, будем поднимать нашего героя вверх. Иначе опускать его вниз. То есть изменять координаты Y прямоугольника нашего спрайта. Надеюсь, вам понятно, как мы реализовали совершение прыжков. Необходимо, чтобы наш герой двигался плавно. Поэтому увеличение переменной Y происходит по параболе. Каждый раз переменная JumpCount возводится в квадрат и делится на два. Посмотрим, как реализовать данный код на языке программирования Python. Рассмотрим процесс анимации персонажа в виде его движения. Для этого функцию Update, то есть обновления, добавим команды увеличения координаты X нашего прямоугольника на 5. И если наш прямоугольник выходит за границы нашего экрана, то есть граница Left станет больше, чем ширина, переносить его в правую сторону. То есть казнату Right нашего прямоугольника приравнивать к нулю. Посмотрим, как работает данная программа. Действительно, видим, что наш персонаж стал двигаться слева направо. Попробуем задать движение сверху вниз. Для этого, также при каждом обновлении наших спрайтов, координату Y будем увеличивать на 5. Если нижняя граница нашего прямоугольника будет больше, чем высота нашего окна, будем переносить наш прямоугольник спрайта вверх. Посмотрим, как это работает. Действительно, наш персонаж стал двигаться сверху вниз. Поэкспериментируйте. Попробуйте сделать движение персонажа справа налево и снизу вверх. Рассмотрим процесс анимации прыжка нашего героя. Для этого в конструкторе класса Player добавим несколько переменных. Переменную Jump, которая будет либо включать режим прыжков, либо отключать. и переменную JumpCount, которая будет определять, прыгать ли сейчас нашему герою или нет. Функции Update добавим. Если переменная JumpCount больше либо равна минус 10, и переменная Jump равна true, тогда, если переменная JumpCount меньше нуля, то я буду опускать нашего героя вниз. Иначе, то есть, если переменная JumpCount больше либо равна нулю, поднимать его вверх. Каждый раз при этом переменную JumpCount уменьшать на единицу. Как только переменная JumpCount дойдет до минус 10, возвращать ее в первоначальное значение. Запустим нашу программу. Действительно, пока наш герой не прыгает. Почему? Потому что наша переменная Jump имеет значение False. Присвоим ей значение True. Для этого в разделе Обновления напишем Player переменная Jump равна true. Теперь наш персонаж совершает прыжки. Поэкспериментируем. Уменьшим переменную JumpCount в два раза. Что произошло? Прыжки нашего героя стали меньше. Действительно, теперь наш герой меньше поднимается вверх и меньше опускается вниз. Попробуйте сами поэкспериментировать с параметрами данного метода. Выполним несколько заданий. После команды RectX увеличить на 5 прямоугольник спрайта Действительно, после данной команды наш прямоугольник переместится вправо, так как переменную x координату x мы увеличили на 5. После команды RectY увеличить на 5 прямоугольник спрайта Действительно, наш прямоугольник переместится вниз. Почему? Ведь мы увеличили координату y. Вспомним, что координатная плоскость окна перевернута, а ось OY направлена вниз. Поэтому при увеличении координаты y наш прямоугольник будет перемещаться вниз. Итак, сегодня на уроке мы продолжили изучать библиотеку PyGame для создания 2D игр. Сегодня на уроке мы научились программировать движения наших персонажей. Мы реализовали движения по кругу и прыжки нашего персонажа. На следующих уроках мы продолжим изучение библиотеки PyGame. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok